Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1162. События дня. Номер 118. 51. Гордые крайне ругались надо мной, но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. Как всегда, наше объявление. От умершей сестры осталось четверо детей. Так рассчитайте, я не буду задерживаться. Здесь показано, как были похороны. Люди, кто желают помочь, вот для них данные. Если не верят, то не надо. Даже на процент, если сомневаются, что для дела Божие дети растут, и все может быть. Наталья Православная. Чего хотела бы? Я спрашиваю, она просится, чтобы побеседовать по ролику, по скайпу. Что хотела бы? Пишу вам, мой муж маловерующий, Библию знать не хочет, верит в душе. Слово в душе так любят. Но едим-то мы не в душе. Считать-то можно. В душе это открытое предательство. Как молиться за него? Как его к вере Христовой обратить? Почему она нашла на меня, не знаю. Я отвечаю, быть самой истинной христианкой, терпеливой, безмолвной. Не учите его хотя бы год. Первое Тимофею. Я дальше объясняю, как женщина должна вести. Просчитай себя. Очень интересно. 2.9.15. Иван Один пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Подскажите, пожалуйста, утреннее вечернее молительное правило в том виде, в каком оно сейчас появилось давно, или это недавние традиции? Ну, ему не просто нужно знание. Тут явно дело на практике. Как? Я отвечаю. Матфея 19.8. Он говорит ему, сначала не было так. Сначала было так. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве, прошении и прошении с благодарением открывайте свои желания Богу. Ну, тут что-то толковать надо или... И так понятно. Что вот открывать-то я, например, даже и не пойму. То есть молились своими самыми простыми словами. Лука 18.4. «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Молитвы всегда составлены монахами. Не раньше 404-5 века и добавляли, чуть ли не до наших дней, молитвы оптинских старцев. Считая молитвы страницы 12 книги «К истинному православию». Я ему ссылочку сделал, хлопни ее и там будешь. Иван говорит, как вы считаете, практика подобных молитвенных правил – это правильно или нет? В том плане, что эти молитвы все-таки были составлены людьми, погруженными в духовную жизнь. А человек своими словами, возможно, будет молиться примерно так. «Господи, дай мне машину, дай квартиру, дай повышение» и т.д. Отвечаю. «Вы еще не успели просчитать указанное мною?» Повторяю опять. Там все уже это отвечено Феофаном Затворниковым. При необходимости не запрещено молиться о приобретении машины, с чем просто стоять столбом, ничего не понимая. Ослицы и осленок были тогдашними машинами для Иисуса. Матфея 21,5. «Скажите, чересеная, все царь твои грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». «Иван, у меня бабушка заболела раком. Человек она хороший, всем помогала и помогает кому может. В Бога верит и молилась всегда за нас, но в церковь не ходила толком. Недавно начала, но у нее проблема случилась. Она не понимает смысла текстов молитв на церковно-славянском». Я в электронном виде скопировал все молитвы на церковно-славянском с православных сайтов, плюс комментарии к молитвам, кстати, с вашего сайта брал. И нашел перевод этих молитв на русский и вставил в этот документ. В результате вышла табличка, слева церковно-приходская, славянский язык, справа перевод, а снизу комментарии. Тоже с вашего сайта скопировал. Распечатал, сшил и отправил бабушке. «Дай Бог, Господь ее спасет». «Кристине» у него называется. Один пишет. Этот материал, как говорят, новосибирской епархии. Я к нему говорю. Один говорит. «Еще вы там, это уже там, синистки, да только делов-то. Собака лает, караван идет. Чего вы его трогаете-то? Нужен пиарить его. Какая вам нужда была?» Я пишу этот материал, как говорят, новосибирской епархии. Это не мой отдел, не я писал. Дело намного серьезнее. Масоны Англии заказывали специально против меня статьи. Говорил тот, кому заказывали. Вот так. Что-то так выделилось. Максим, мир вам, Игнатий Тихонович. Полезны ли ролики, Людмиле Плетт? Отвечаю. «Все не смотрела, которые, я знаю, все полезны были. Жаль, что она не православная, а в ересе оставалась». Наталья, отец Игнатий, мир вашему дому. Володя, здоровья и многое лета. Вчера вечером я искала магазины, чтобы купить материал для платков, шить. И зашла в магазин, а там, оказывается, немцы. Но говорят по-русски. Мужчина за прилавком сказал мне прийти на следующий день, когда будет работать его жена. И что она украинка. С ней обо всем и посоветоваться, и поговорить. Сегодня утром мне пришла мысль. Прям Господь побудил взять Красное Евангелие и визитку вашу, и отдать этой женщине. Я так и сделала, пока был обед, и сын спал. Я быстренько съездила, поговорила с этой женщиной, но у нее свое представление о Боге и вере. Она ходит в православный храм. И дочка есть у нее. Ей семь лет. Русский, правда, не знает. Ее зовут Светлана. Помолитесь о ней, чтобы Господь пробудил в ней совесть и искание Бога. Чтобы Евангелие считалось, сказал ей, я немного величание, крещение. Но, правда, у нас тут страшная симония. Деньги на первом месте, а душа человека на последнем. Из-за этого люди перестают верить в Бога и отходят от церкви. Она меня еще с двумя русскими женщинами познакомила. Я им только визитки ваши дам. У меня Евангелия нет, последняя отдала. Этим женщинам тоже расскажу о радостной вести. Спаси, Христос, вас. Вот интересный один ролик у меня был. Называется «Откровение 21-27. И не войдет в него никто преданной мерзости и лыжи». Земной шар. Вот один был тут. Земной шар. Нет, это плоская земля, ровная. Только никак нельзя объяснить, почему у нас 12 часов ночи, а у них 12 часов дня. Никак. Если солнце над плоским, оно и должно быть везде одинаково. Никакой горба-то нет. 10 772 просмотра. Канал «Восвете Библии». 42 комментария. Иван пишет здесь. «Сколько терпения у Игнатия, другой бы прогнал его тупой, твердоголовый». Это на романа малыша. Ну и дальше считайте. Вот считайте все здесь так. Я решил оттуда скопировать, сюда показать, какие. Сергей парализованно ответил. Читайте очень важный отзыв. Вот так. Вот так просчитать это, как мы знаем, Птицы, Загидолина, вот все, которые люди здесь есть. Продолжение следует... Считайте подряд все это, с романом как говорят и как люди относятся. Это я одно написал сегодня, как должно делать это, а то без платка, где-то далеко, не видать. Сделай поближе, что как на паспорте было. И вот так. Ну, что сказать дальше. Это у нас мой мир. Мой мир я очень люблю. Система сильная, просто сильная. Вот она. Вот здесь вот что-то тут ушло, Герасименко зашел. Второе, это у нас, где я в шапке, тут и писать можно. А где с головы, там не надо, там просто дубликат. Это наш православный форум. Это большой у нас Ютуб. Сколько сегодня уже зашло. Да еще тут немножко. Ну, понемножку. Все у нас у Златоуста. Два проповеди, две. Это хорошо. Пособие для изучения Евангелия от Марка. 22-го. То есть сегодня 23-е. Ну и дальше тут все такое дело. И плюс православный библейский сайт. Очень многое открывает. Так благословенно все было. Ну, еще тут работаем. Где-то что-то по снегу. Все пока на этом.